Аппаратное совещание началось с погодного вопроса. Губернатор Сергей Морозов сказал, что область ожидает приход циклона. Он принесет с собой осадки в виде снега. В связи с этим уборочная техника должна находиться в полной готовности. Мы будем защищать людей, которые будут получать, не дай бог, телесные повреждения от безобразного состояния тротуаров и все остальное, для того, чтобы соответствующие хозяйствующие структуры несли и юридическую ответственность, и имущественную ответственность. Гололядец на улицах не единственное, что может угрожать жителям Ульяновской области. Глава региона предоставил слово недавно назначенному начальнику управления МВД по области Андрею Мишагину. Считаю криминогенную ситуацию в Ульяновской области стабильной и контролируемой. Поэтому все те информационные поводы, которые периодически возникают о том, что что-то у нас не в порядке, что-то у нас вышло из-под контроля, я бы хотел совершенно авторитетно опровергнуть. Тем не менее Андрей Мишагин обозначил, что не совсем простой остается ситуация с уличной преступностью. По этому направлению нужно серьезно усилить профилактическую работу. Один из аспектов работы начальник управления видит в внедрении программы «Умный город». Как сообщил губернатор, в области будет установлено 3,5 тысячи новых видеокамер. Следующий вопрос касался обсуждения долгов за потребленные теплоносители. Выяснилось, что не все муниципалитеты закладывают оплаты на весь год. Губернатор сказал, что с тех, кто запланировал средства меньше, чем на 11 месяцев, будет серьезный спрос. Пусть останавливают себе зарплату господа главы администрации своей команды. Машину пусть ставят. Вот на себя, любимых, в самый последний момент только. Все остальное сначала на то, чтобы не было никаких долгов. Мы не будем больше генерировать долги. Долги есть и у жителей Ульяновской области. Общая задолженность приблизилась к 3 миллиардам 400 миллионов рублей. Лучшие платежные дисциплины отличаются Старокулаткинские, Кузоватовские и Новоспасские районы. В числе аутсайдеров Чердоклинские, Сенгелеевские, Новомолоклинские и Меликевские районы. Уборка автомобильных дорог – еще один важный вопрос, находящийся на повестке дня. В министерстве работает круглосуточная горячая линия 795014. Это номер телефона круглосуточной горячей линии. Вот в прошедшей неделе у нас охарактеризовалось отсутствием обращений граждан, отсутствием звонков на данную горячую линию. То есть мы фиксируем, что коммунальные службы по очистке дорог сработали довольно-таки уверенно. От жилищно-коммунальных вопросов перешли к итогам выполнения бюджета за 11 месяцев года. За январь-ноябрь поступления налоговых и налоговых доходов в консолидированный бюджет области составили 47,8 миллиарда. Плановое назначение выполнено на 101,1% или в бюджет дополнительно поступило 533,1 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом отмечается рост на 4,7 миллиарда или на 11%. В заключение совещания вернулись к сезонным темам. В области продолжается подготовка катков и хоккейных коробок к массовым катаниям и игре в хоккей. Министерство спорта обратилось с просьбой в общественную палату Ульяновской области провести в эти дни мониторинг. Отправили мы им адресный перечень хоккейных кортов. То есть помимо того, чтобы мы сами себя проверяли, хотелось бы, чтобы еще и общественная работа здесь прошла. Губернатор поручил руководителям муниципальных образований проверить все ледовые площадки, а также лыжные и биатлонные трассы на веренных им территориях. Должны быть закреплены ответственность за каждую площадку, которые будут контролировать ее в течение всей зимы. Егор Тестов, Юрий Конихин. Новости дня. Ульяновская правда.